Welcome, welcome, дорогие друзья. Ну что, do or die situation, как сказали английские комментаторы, сделай или умри ситуация для команды Bombers. И она сегодня, кто бы мог подумать. Вообще, должен был игровой день закончиться на сегодняшней предыдущей игре, и продолжился бы он уже только в четверг для этих команд. Был бы целый день подготовки, и они могли бы и вечер сегодня провести в подготовке, в анализе того, что произошло. Но нет никакого. Все прям на ходу. Все прям вот на бегу им приходится делать. Настоящий матч... Он такой большой. О, сколько у него применений. Олег Спронин подарил 100. Привет. Добрый вечер. Добрый. А что реально, можно не один улучшенный предмет делать? Да, можно. С ворами с таким челом. Он 4 предмета себе улучшил. Это вообще законно? Это законно. Уорн действительно может улучшать предметы себе. Правда, 4 я такого не видел ни разу, но 2 100% может себе улучшать. Это я тебе, как говорится, уручаюсь. Но раз ты говоришь, что было 4, значит, в ворами можно и 4 предмета даже себе улучшить. У него ограничения по уровню улучшения предметов. То есть, начиная с уровня 12-го он может улучшать предметы. То есть, он улучшает себе на 18-м уровне, на 17-м уровне, на 16-м, на 15-м, на 14-м и на 13-м. То есть, 6 предметов он может улучшить. Такие дела. Так что, Алекс Пронин, оно... Это ты же, да, написал? Оно вот такое. У нас в Лиге Легенд у Орна теперь улучшает именно предметы в зависимости от уровня. А не то, что твой союзник выбирает. Так вот, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что для команды Бомберс теперь ключевая эта игра, потому что после нее решается судьба, могут ли они все еще побороться за чемпионский титул в этом чемпионате, либо они просто вылетают. Ну, я склоняюсь ко второму. Читли тоже не зуб даю, что они даже сейчас не выиграют партию. Фонгву Буффало на таком просто хайпе сейчас выходит. Они знают, что они выиграли сегодня самую главную для себя игру. Могут сейчас немножко хоть и на расслабоне, но даже на расслабоне, играя против Бомберсов, вряд ли они совершают много ошибок, да и при этом у них есть красная сторона, где их могли бы поймать на том, что там контрпики, наделали БМ и так далее. Так они сами будут контролировать сейчас еще и баны пики, и партия должна пойти полностью в их пользу. Кстати говоря, на ютубе, ребят, у нас ролики уже выложены, шести предыдущих сегодняшних игр, две еще игры, когда доиграются. Я выложу все это в группу ВК. Ну, на ютубе вы уже сейчас можете это посмотреть. На основном нашем канале, Виви Латвия Лайв, который вот сейчас идет, это только трансляционный канал. Здесь я видео не выкладываю. Ну, вы, наверное, это могли заметить. А почему я сюда не выкладываю? Я решил разделить уже два своих канала. Хотя, хоть и понимая, что лайв канал, он набирает гораздо больше подписчиков, темп набора подписчиков очень высокий здесь. И мне будет приятно, если вы подпишетесь на тот основной канал, если кто из вас еще не подписан. Просто темп здесь, подписок очень быстро растет. Даже разные мистеры Валандеморты не смогли его остановить. А там вот небольшая стагнация началась, потому что я разные видосики выкладываю. Выкладываю, тот канал, он как бы существует, все нормально. На нем просто подписок не прибавляется. А еще бывают, знаете, моменты, когда я выкладываю видео, ну, то есть я сыграл в прямом эфире в ту же самую Дитя Света. Не до конца мы ее прошли. Мы ее будем проходить, скорее всего, в субботу. То есть в пятницу у нас будет батл. Будем в Варкрафт. Лиге Легенд посвятим много времени. Может, в Варкрафт сыграем, если кто-то заданасит и захочет посмотреть от нас его. А в субботу будем играть Дитя Света снова. Ну, так вот, что я хотел сказать. Потому что Дитя Света я выложил, и там сразу отписалось 10 человек. Просто no comments. Мне, ну, хочется реально людям в глаза посмотреть и спросить, вы идиоты, ну, как у них это работает. Ну, серьезно. Как работает их мозг? У них, я больше чем уверен, что нет там, не то, чтобы там 20 тысяч подписок на разные каналы, и такие, ну, это-то я точно смотреть не буду. Все, я отписываюсь. Там вряд ли такое. Там, скорее всего, знаете, 20 подписок всего, и люди настолько пытаются меня как-то навести. О, Медведь РЗД, привет тебе. Долго они еще камеры будут? Да у них опять пауза произошла. Сегодня сплошные проблемы с компьютерами. В первой игре только не было проблем мы, а в каждой последующей игре была пауза в начале матча. Кто не заметил. В этот раз даже выгнали игрока из-под компьютера, говорят, все, иди отсюда. Там английский комментатор вспоминает, что сегодня смежаем. Сайлос был, который потерял в один момент Сайлоса все стаки, помните? Но в самом конце игры у него было 25 стаков снова. Это как раз-таки Цирос, по-моему, сделал, да? Зерос, Зерос. Цирос это другой игрок, это Зерос. Есть букмекеры, где можно ставить на Варкрафт. Насколько я знаю, в 1xbet тоже были там ставки. Насколько я помню. Возможно, они перестали за этим следить. Наверняка есть. Я думаю, ты найти это сможешь в интернете легко. Если я не отпишусь, ты так же будешь думать обо мне. Если я отпишусь, я так думаю обо всех, кто отписывается без причины. То есть, понимаете, когда есть причина конкретная, тогда да. Например, я подписан на многие каналы, которые выпустили даже 2-3 ролика всего лишь. Я сейчас не про Лигу, легенды же говорю, а просто 2-3 ролика всего лишь. Неплохих, которые мне понравились. А дальше их контент какой-то очень странный. Мне он не подходит, но я все равно остаюсь, потому что я все еще надеюсь, что они вернутся к тому контенту. Например, я подписан на один очень большой популярный канал про военную технику и военное вооружение. Я не помню, как он называется. Но там были 3 ролика. Компьютерные игры и реальность. То есть, они сравнивали, как оптика работает в компьютерных играх, как в реальности работает, как стреляет оружие в реальности, как стреляет оружие в компьютерных играх. Там было сравнение проведено. Я думаю, вы подписаны на этот канал. Тоже многие, потому что этот ролик чуть ли не 10 миллионов просмотров собрал, и это для России. То есть, это каждый второй человек в интернете, который сидит в России, знает про это видео. Так к чему я это говорю? К тому, что весь остальной контент на этом канале мне не очень нравится. Там какие-то... Просто сидит, чувак зачитывает, какие-то фильмы обсуждает. Причем он просто сидит, обсуждает фильмы. Это не бэткомедия, а просто сидит, обсуждает фильмы. Ну, его критиковать я за это не собираюсь. Просто говорю, что мне это не подходит. Мне это не особо интересно. А вот то, что сравнение было в реальной жизни с этим, это было круто. И вот за это я подписался на канал. И не отписываюсь. Хотя мне по-прежнему в предложке выкидываются его видео, которые он выпускает раз в неделю. Сбор на Варкрафт где-то были 5 короблей. Там же было уже 2 или 3 тысячи. Там было 1700. И они не завершены. Соответственно, в следующий раз, когда будем собирать снова на Варкрафт, я буду учитывать, что 1700 на это донатили. Ну что ж, поехали. Бэймер против ПВБ. Ну, на самом деле, это бомберсы против... Ну, давайте на русский-то переведем. А я, кстати, не знаю, как на русский перевести. Вау, нифига себе. Да он мутант. У них мутант в команде. Вы это видели? Нет, ну ты видел. Нет, ну ты видел. Да ну нафиг. Это что за... Как он там называется? Хотел сказать. Альпинист? Не альпинист. А йогаист. У них в команде есть. Не, я так тоже когда-то мог. Нет, я так не могу. Минус Джейс по Зеросу. Минус Орелия по Зеросу. И Орексай с Каллистой сделали баны команды фонгвы Буффало. И Акали тоже по Зеросу. Но хотя бы здесь бомберсы согласны со мной полностью, что главная звезда команды фонгвы Буффало это Зерос. Второй главный их игрок это Мелиодас. И Мелиодас, если их сломать, то им тяжело будет играть. То есть более сильными игроками я все равно назвал Науля, Бекора и Полета. Вы это помните. Но если Зероса сломать, он начинает тупить. Мы это заметили. Это главный игрок, на которого можно давить. Как и Мелиодас. Но Мелиодасу надо Джарвана было решать, лишать. А, вот как они решили отобрать у него Джарвана. Просто взяв его себе. Но посмотрим, как Балкан будет играть у нас на Джарване. И тут же забирает себе команда фонгва Буффало. Хикарима. Ну и теперь мы точно знаем, что это Хикарим на топе. Потому что Зерос уже три раза за сегодняшний день сыграл Хикарима на топ-лайне. Если я правильно помню, да? Или два раза. Не, два раза. Два раза. Просто три раза игрался Хикарим на топе. Поэтому я что-то как-то это запомнил. Виви, а Вегу ты будешь стримить? Задонатишь? Буду стримить Вегу. Не задонатишь? Конечно, нет. Зачем мне это надо? Я буду специально пропускать этот матч. А Зая плюс Рейкан. Фонгву Буффало решили поменять стратегию. Может быть, это эксперименты. Может быть, это тест. Как говорится, потренировать немножко. А может быть, это связано с Джарваном. Потому что Джарван очень серьезный и опасный чемпион для большинства статичных АДшников. И они решили взять себе Заю с Рейканом. Но, правда, в ответ получают еще и Кена на комбинацию. Кена Джарван. Это уже страшно. И ЛБ. ЛБ. От Ремы. Ну что, Рема? Где там Скайри? Рема твой любимый. Твой бывший играет. Как думаешь, на ЛБ он справится или нет? Сайласа показывает. Он с командой Фонгву Буффало и пикает его. Да, вот он же на Сайласе был в одной партии. Отмотайте, посмотрите, как нелепо смотрятся фотки бомберов на темном фоне. Но мы еще увидим эту команду. Так что, вполне вероятно, еще и заметим такие моментики. Фонгву Буффало должна сейчас будет отбанивать Бот Лейн. Самый лучший бан, мне кажется, все же не Маргана, а Браум. Маргана тоже неплоха против Рейкана. Он гораздо лучше Браум себя там чувствует. И его надо отключить. Потому что он еще классно имеет синергию с Кенноном и Джарваном. Странный бан Зои, кстати говоря. Учитывая, что ты играешь на ЛБ, Зою банить. Вы какой матчап хотите тогда выбить, мне интересно. Если вы сами баните ЛБ. И минус Люциана еще делает команда Фонгву Буффало. Ну, они такое, знаете, своеобразное разбивание комбинации Браум-Люциан. Просто убираем Люциан из этой комбы. И Кендредку банят Бомберсы. Скорее всего, сейчас Фонгву Буффало будет забирать просто Лесника и не покажет своего мидера до последнего. Потому что, ну, Лесник это явно не какая-то тайна. Судя по пику, это будет Си-Жуани либо Грагас. А они Лесина выбирают. Возможно, Миллиодас не играет на других чемпионах просто. Бомберсы забирают себе Эзо. И к этому Эзо добавляет Тамкенча. Ну, Тамкенч, он так неплох. Будет глобальная ульта по карте. И Синдру нельзя брать. И Лесандру нельзя брать. Там Кенч как бы их нивелирует урон. Но думаю, сейчас Фонгву Буффало сыграть через Райза. Для Науля. Ну, это такой, знаете, четкий лейтгейм от команды Фонгву Буффало, где они собираются спритпушить половину партии. Но при этом они будут избегать пытаться тимфайта. Если будут попадать под тимфайта, их, скорее всего, там уничтожат. Ты не думал как-нибудь пригласить, комментировать и выиграть с собой Хевича, как Тесс? Вдруг зайдет. Нужно, чтобы свободное время было у тех людей, которых приглашать. Их не так много, которые могут уделять время этому всему. Вы же понимаете, так-то на одну-две игры можно, конечно, пригласить. Это не проблема. Смотрел аниме «Семь смертных грехов». Ну, если это то, что я думаю, то вроде смотрел. Если это давнишнее аниме, там где-то 2000-го года, то это то я смотрел. Если же это не то аниме, значит, это не то аниме. Бедные казахи. Не-не-не, это было не с Хевичем, это было со Sky'ем. Максим Петров, это было давно, это было со Sky'ем. Ну что ж, поехали. Английские комментаторы говорят, что эту команду можно было, наверное, намного выше вешать в рейтинге. И напоминаю, что группа А будет играть против команды Team Liquid. Американцы будут их встречать там. И вот для американцев может снова повториться Вьетнам. Как команда TSM, помните, против Gigabit Marines. Еле-еле за историю сыграли с ними 4 победы, 3 поражения на одном турнире. Ну да, Вьетнам раз за разом пытается доказать всем, что они очень сильные регионы, хотят себе этот слот выбить от команды LMS, от как раз-таки тайваньского региона. Но на чемпионате мира не получают. Это не честно. Я думаю, говорит сейчас Том Кенч. Что это такое? Почему? Это и классно было сыграно, и ужасно одновременно для бомберсов, потому что они даже себе предположить такое не могли. Через стенку два игрока перепрыгнули, заранее сели в кусты и ждали отката своих заклинаний. Нам сейчас покажут повтор, как Зерос вместе с Лисином туда перепрыгнет. Прыжок, флэш, подкидывание, Лисин туда не прыгнул. Извините, мне сейчас кажется, что Лисин тоже туда прыгнул. Только подключился. Сейчас команда бьется за три места в основном ивенте против СКТ. Да, сейчас они борются за это, но из этих команд будет выбрана только одна команда, которая вот сейчас борется. У них группа А, и только номер один команда пройдет дальше и встретится с злобным соперником командой Team Liquid, которая весьма успешно отыграла чемпионат Америки. Америки в плей-оффе немножко покосячились, но только в финальной серии. Ну, правда, в финальной серии они все равно выиграли. 3-2, какая разница. Свернулся уже килл. Да. Но нам надо, чтобы 30 киллов сделала либо команда Фонгва Буффало, либо команда Фенер Бахче. Аулын идет от Мелиодаса. Пытается он добить Рему. Рема, беги! Рема разворачивается. Пытается с Мелиодасом дальше посражаться. Балкан. У Балкана все получается. Счет 1-1 в серии. И Рема выжил. И более того, Балкан выцеливает сейчас Наулю, у которого нет флэша. Бежит на него. Рема, прыжочек, цепь. Попал! Попал! Комба, подкидывание! Убийство! Погибает здесь Науль. Но сможет ли в ответ что-нибудь сделать Науль еще? Нет, ничего он не сделает здесь. Просто Рема. Вот это да. Бывший Скайри, как мы выяснили с вами. Или его зовут Артем. Началось все вот со странного вот этого хода, где они решили убивать Рему на первом уровне. Но у него был флэша, а у Райза не было флэша. Оба лесника со второго левела ганга организовывали и провалились. Балкан снова на ганге! Будет выходить с большого маршрута. Нет, он отправляется в фарминс, потому что понимает, что слишком много крипов. И еще если Лисин там окажется рядом, а Лисин должен быть рядом, который умер. И Балканчик уходит вместе с Лисином. Он выбивать ворды. Дает просветку. Не находят они Джервана. Прокликивают на американе топ-лайнеру своему, что может быть проблема. В этот момент делает ОЛН. Паляет здесь на бот-лайне. Балкан просто лучший, говорят английские комментаторы. Но лучшим я бы его не назвал. Но то, что он Миллиодаса переигрывает в этой партии, это однозначно. А это я и отмечал, ребят, что если дать неудачный пик Зерусу, неудачный пик Миллиодасу, то с ними можно справиться. А вот справиться с Наулем, Бекорой и Палетом будет сложновато. ОЛН? Нет, нет, нет. Передумали. Посмотрели на то, сколько здоровья есть у Рога. Посмотрели, что там рот есть у него еще. И решили лучше отойти. Подкидывание. Цепляют. Рога много урона пропускает. Но выжил. На цепь сажает ОЛН, кстати, на Райза. Но Райза, так как он, наверное, сыграет с Афтершоком в патче 9.9, уже будет тяжелее. Он играется с Афтершоком. Хотя на первых уровнях он практически не почувствует разницы. Это к 18 уровню, скорее, будет прочувствовано. Райза вынужден, видите, страдать. И покупать себе вот такую вот руну. Ну, не покупать, а брать себе такую руну. Кстати, покупает он тоже Серегу. Сразу в каплю будет уходить. Альбланка вначале доминирует. Его, правда, она не очень удачно ласхитила крипов. И купила себе пробивание магической брони. Ботинки. За 1100 золота. Это для мобильности. Это для того, чтобы догонять Райза. И самое главное, если Райза не будет получаться убивать, то он, возможно, делает ротацию на ботлайн топ-лейн для потенциального убийства. Хороший прыжок от ФБА. Вынудил он фонгу буфаловцев отойти подальше. Но у них преимущество по фарму есть. Им не обязательно сейчас вылезать. Варды, правда, им тоже поставил неплохие лисен. Прикрыл их Аарема. Все пытается отменить рекул Райза, но в конечном итоге у него это не получилось. Ну что, Миллиодос, пора начинать играть. Да, тут мы видим, как придется играть. Куча вардов расставлена. Зерос пока все еще пятый уровень, как и Мимик. Миллиодос приходит. Сразу же просто за три экрана улетает Мимик. Говорит, я здесь оставаться не собираюсь. Бэку есть у меня все еще первый, типа, предмет. Все еще не бэкался. Его, кстати, отменили. Бэк Зерос там за ним погнался. Нам не показали, как он дал по нему урону. Сейчас он межвышек фармится. Межвышечный фарм идет от Зероса. А здесь он и словит Райза. На цепь. Подкидывание будет. Он рядом, Райкан! Подкидывание свое организовывает. Ну и Балкан расстраивается, потому что убийства они организовать не смогли на Райзе. Палет все дело это отпалетил. Но можно, правда, сейчас Палета побить. Только пришел его бить Эс почему-то. Палета подкидывает. Он уходит в сторону. Хватит ли ему здоровья? За ним гонится ФБР. Ему надо дать кушку. Флэш автоатака! Почему нет? Там английский комментатор удивляется, почему Палет отфлэшился. Но он-то как раз флэшился, рассчитывая, что Эс флэшнице даст по нему автоатаку. А тот, по-моему, не был уверен, что попадет в свою кушка, и поэтому заранее не делал флэш наперед. Он мог, когда нажал кушку, мгновенно сразу нажать флэш, и он бы убил его сейчас. Но ладно, не страшно. Типа Эс простил, оставил жизнь Райкану, оставил жизнь Палету. У нас здесь ульта-ульта, поворовали, и посмотрим, что будет у нас на туплайне за сражение. Пока Миллиодаса все еще нет на карте. Он еще и Дракона проиграл. Бомберсы идут впереди, ребят. Как будто ФМГ Буффало не ту стратегию свою отыгрывает, которую они не тренировали. Тренер решил попробовать, и напоминаю, что у Бомберсов это последний шанс. Если они проигрывают сейчас партию, они 100% вылетают с турнира. Ну, доигрывать им еще придется две игры против Фенер Бахче и против Исурас Гейминг еще одну игру. Но по факту турнир для них завершился. Практики наверняка они какой-то набрали, хотя, помните, главный игрок, кому там дали MVP? FBI, Бурди. FBI, да-да, по лицу я его узнаю. Теперь уже FBI на английском языке сказал, что мы вообще не готовились толком к турниру. И чем-то, знаете, таким Virtus.pro с кем подпахивало. Правда, в данном случае не Virtus.pro, а скорее Gambit Gaming с кем. Потому что, повторю интервью, которое он сказал, это было в предыдущей игре. А если вы не верите, можете перемотать на первую игру, которую... Такой... Большой... О! Станатик у нас. Проказчик здесь идет. Максим Петров подарил 300. Приветик. На Warcraft. На Warcraft. Точка с запятой, как думаешь, мы увидим Гнары на этом мусе. В матче АПИ против танка. После последнего усиления он очень сильный. Как мне кажется. Ну, вполне вероятно, что Гнара увидим. Но Гнар, я много раз объяснял, что это чемпион, который играется только тогда, когда у вас игрок играет на Гнаре. То есть нельзя просто взять Гнара и стать хорошим игроком. В отличие, например, от того же самого Сайлоса. Концепт просто понимаете Сайлоса. Берете его, и вы уже очень сильны. А Гнар требует очень высокой механикой. У нас Мимик разлетается от Зероса 1 на 1. Зероса погонится ли за ним? У него есть флэш, но у Мимика тоже есть флэш, и решает он здесь отступить. Ресим был рядом, поэтому на Тауэрдайв Бомберс и на Ботлайне не пошли. Фэберовиц продолжает просто прыгать. Так вот, Фэберовиц, что он сказал в интервью? Его спросили, мол, как вы готовились к турниру? Он говорит, что мы практически не готовились, потому что мы были оверконфидент, что переводится, как мы были слишком самоуверены. И первая игра для нас стала просто сенсацией, как нас уничтожили. Ко второй игре мы сыграли чуть получше, но по-прежнему Тауэрдайв Зерос все же сделал, ребят, но какой-то неудачный, потому что Балкану достается убийство это. Так вот, дальше он добавил, что мы слишком были самоуверены, и нас, по сути, спустили с небес, и в нашем случае сыграло плохую роль то, что мы в своем регионе победили всех. Он и так и сказал. Мы были абсолютно уверены, что сильнее этих команд, и что для нас будет легкий турнир, ну, по крайней мере, там будет один какой-нибудь сложный матч против вьетнамцев, но точно мы не должны отлетать там от Фенер Бахче, а их просто раскатали в двух картах подряд, и вот теперь они снова пытаются реабилитироваться после того, как победили Исрус Гейминг, и где-то мотивацию себе поднимают на максимум, потому что 3-1! Тысяча золота, даже две тысячи золота преимущества команды Бомберсов. Прошло время рассказать про лейнинг-фазу, мидгейм и так далее. Ну, я уже говорил, что команда Фангву Буффало будет играть 3-1-1 сетап, где Райс и Сайлес будут вечно сплитпушить, тимфайты у них довольно слабые, а если тимфайты будут происходить, то, скорее всего, Бомберсы будут побеждать, потому что их-то чемпионы на этой стадии красавцы. По процентикам я бы сказал, что у Бомберсов лейнинг-фазы сильнее, порядка 55-60, даже, наверное, процентов. Мидгейм я бы оставил тоже за команды Бомберс, порядка 50, уже только 5 процентов, потому что здесь включается Райкан Зая и, конечно же, Лисин с Сайлесом. Они включаются и воруют хорошие ульты. Тут очень много классных ультов для Сайлеса. И Кенона ульта, и Джарвана ульта. Как Кенона мы знаем, стаки там, станы тоже набрасываются. Так что этим пользоваться можно на ура. Ну и, конечно же, Эза, Паука ульта тоже здесь есть. Кенон дает ульту, по Заросу зараз дает ульту по Кенону, он тут уходит Джоннио, подходит Балкан, не попадает комбой, но через флэш станет все же Зароса, избивает его, дает ульту, и третий килл уже за Балканом. 4-1 и 2000 преимущества, и сверху пластина можно снести. Лисин ничего сделать сейчас не может, он только разводит руками и говорит, ногами точнее, говорит, ребят, я пока просто фармлюсь, начало игры у меня явно не пошло. И сейчас сражаться, идти против Джарвана с Синдер Халком, это будет самоубийством для нашей всей команды. Так вот, лейник фаза, 60% там, за команды БМР, 60, чуть меньше, процентов за ними мидгейм, а вот лейт, я бы чуть-чуть оставил за команды, все же Фангву Буффало, 55%. Ну, опять же, не забывайте, давайте послушаем еще донатик. Сколько у него применений. Зигзаг Че подарил 100. Приветик. Привет, смотрю твои записи на Ютубе. Очень рад, что нашел игры Кореи и Китая на русском. Ну, вот и отлично, игры Китая и Кореи мы и дальше будем в следующем сплите тоже комментировать, если ничего плохого не произойдет. Временно у нас сейчас забанен и Твич-канал его разбанят, ну, в любом, не в любом случае, конечно же, но по факту его должны разбанить как раз-таки в 20-х числах следующего месяца и надеюсь, что апелляция еще пройдет и нам его чуть пораньше разбанят, потому что мы-то как раз-таки ничего плохого не делали, это наш Дуамейт сделал, ну, и будем надеяться, что это, как говорится, пойдет и рассмотрено будет апелляционным судом Твича. Что касается чемпионатов Кореи и Китая, они стартуют у нас, получается, после мая, как раз там июнь-июль месяца, и вот тогда мы будем их снова комментировать, уже Твич подрубится и поработаем на максимум. Ну, а этот месяц придется вот на Гудгейме и Ютубе о матче вам прокомментировать. что касается, я вот все пытаюсь вам как-то вот это вот рассказать, что Лейт не такой крутой у команды Фангва Буффало, 55% я поставил за ними, но хвастаться этими 55% против 45% бессмысленно, просто у них хорошая тема со сплитпушем. И Сайлоса и Райза некому останавливать у команды Бомберс, но Бомберсы могут просто устроить тимфайт 5 на 5 или забирать нашоров, забирать драконов. Ну, правда, драконами им пока не везет. Два Оушена подряд им дали и одного из этих Оушенов они, видимо, на Геральтку меняют. Нет, нет, Мелиодас остается здесь. Да ладно, третий Оушен! Ой, какое расстройство, наверное, сейчас у команды Фангва Буффало радость, а вот у команды Бомберс расстройство. Просто, ну, надо забирать всех драконов, которые есть, даже если это Оушены. Но это жесть, конечно, когда такая подстава идет, и Олэйн идет, не успевает дать проглот Рога и умирает у нас Эз. Я думаю, он расстроился из-за дракона. Правда, сейчас Рог пытается съесть Райкана, проглатывает его, выплевывает прямо под ЛБ, ЛБ зарабатывает убийство, после этого прыгает по Бикора, Бикора, убивается тоже. Кенан на топ-лей не организовывает снова Олэйн по Зеросу, Зерос вызывает на помощь игроков, игроки летят сюда, успеет ли, он дает ульту, ульта еще одна ответная, катаклизм, катаклизм, Балкан умирает, но при этом Зерос тоже погибает, Мимик пытается раскайтить, выбирает место, куда он побежит, но удар на Гелесина убивает его. 7-4, становится счет с Джарвана, огромный шатдаун, только что снял Райс на своем телепорте, прилетев на топ-лейн, но ведь они океаник, вот тебе и океанические драконы, ну да. Были сегодня Масси или Голд игры? Были две, да, ну и эта игра, если продолжится в таком духе, тоже туда мы запишем, но были, были. Пометки, как обычно, ребят, все есть. На ютубе смотрите повтор. Райс, Райс первый сделал, да, ФБ вышку? Да, Райс первый сделал ФБ вышку, из-за этого английские комментаторы так расстроились, то там разница по золоту не такая большая, но все равно неприятная. Геральтка у нас стоит, early game закончился, начинается мидгейм, в этом мидгейме преимущество за БМРами все еще сохраняется, бомберсы все еще могут бомбардировать команду Фангва Буффало, Буйволы пока еще не раскормили свои боковые линии, которые будут пушиться, это имеется ввиду Сайлос и Райс, ну и поглядим, как будет сейчас все это работать. Говорят, бомберсы сделали первое, ЛБ разве сделала первое? А там нарисовано было, что Райс, а ну надо было надпись читать, тогда прошу прощения, говорят, что ЛБ первое, ну тогда все идеально, так я думаю, бомберсы рассчитывали, Зорох, кстати, вышку сейчас ломает, на боте, помните, ее подбивали Фангву Буффало очень долго, но за это Балкан вместе с Ремой забирают Геральтку, которую они будут отсылать скорее всего на мидлейн, когда появится возможность и будут давить. Кеннон делает Олден по Азеросу, Азерос попадает в Стан, Стан в ответный попадает, Мимик, Мимик, у него есть Жонни, а нет смысла ее нажимать, потому что его все равно убьют, если у него флэш, пытается прописать, что он хороший койт и уходит под вышку, и тут прилетает там Кенч, такси, Азерос понимает, что это уже обреченность, отсюда ему только выход через крышу, но крыша оказалась Эзовская. Ну, эту шутку, кто не понял, это в 90-е годы крышей называли те, кто прикрывает просто основная аудитория нашей 13-летней девочки. Да ладно, что что, на самом деле, я вчера проверил YouTube-каналы, оба свои снова, и та же самая статистика и осталась. 97% моих зрителей на YouTube, по крайней мере, про Twitch такой статистики, к сожалению, нет, потому что возраст они свой не указывают. Люди, которые регистрируются на Twitch, ну, или те, кто указывает эту статистику, не выдают мне. Короче, 97% людей это люди старше 17 лет, но при этом моложе 50. То есть, вот в этом интервал попадают. Что-то вьетнамцы из Зероса своего хвалили, а он лажает сильно. Но Зероса в этой пока игровом дне действительно играет как дно, потому что он проиграл и Руину партию, хоть и команда его победила, и у Миллиодаса только единственная первая игра на Джарване была хорошая, и после этого ни разу Джарвана не получил, и мы видим с вами, что такие себе он партии проводит на других лесниках. Но у них есть Райс от Науля. Как тебе новая линейка скинов? Пока еще в игре я их не увидел, картинки вроде неплохо выглядят. Другое дело, зачем опять делать линейку скинов на тех чемпионов, на которых уже и так есть куча скинов, но это вроде как ответ ясен. Бабки, бабки, сука, бабки! Сказал бы Козловский, но мы не Козловский, поэтому не будем это говорить. Ну, а так подумайте сами, у Эза совсем недавно был скин, очень недавно, то есть, я не знаю, меньше чем полгода назад. Как-то 4 месяца назад у Эза был скин новый, и тут опять новый скин. Точно так же это у Люксы, у нее тоже где-то там 4-5 месяцев назад был скин, и тоже скин. У некоторых чемпионов, например, до сих пор только 2 скина, их основной и второй, который дают самому начало... Ой, у Мимека проблема, но он здесь не один! Ж Балканом дается ульта, подкидывание, Балкан дает свою ульту, отпрыгивает, и какое-то мясо творится, это была не Балкановская ульта, Балкановская ульта была дана потом, чуть позже, прилетает сюда Рок, пытается спасти Мимека, Мимека от него сам отфлешивается, но на самом деле он убегал от Бекора, и от Зероса подбегает сюда ФБ Ровец, ФБ Ровец успеет летать, прохоз? Да, успевает! Отпрыгивает в сторону от Зероса, побаивается он его, потому что там где-то рядом Лисиен! Бедный Люксы же мало скинов-то о чем? Ну да, да, всего лишь 15, кто не знает, у Люксы на данный момент 15 скинов! 15 образов чемпиона! У Эза, по-моему, 14, если я не ошибаюсь, в то время как у Рексай 3, кто у нас там был с двумя, у Иверна 2, да, у Иверна вроде 3-го так и не появилась еще, там у Дианы какой-нибудь там всего 5, такое есть. У Илауэй 3, да, у Илауэй тоже 3. Уорна 2, ну Уорна-то более новый чемпион, если так задуматься, по датам он там появился в 2017 году только, так что их я рассматривать не хотел. Но здесь Улэн идет, очень хороший, но ФБ Рэвис отплашивается, Рок вытанковывает весь этот урон и начинает фангу Буффало наглеть, они знают, что могут вылавливать игроков, когда они тебе без позиции, но 5 на 5 они проиграют сражение, как только подходит сюда Кенан и подходит Лебланк, они тут же ретируются, побаиваются, сражаться петь на петь и неправильно делают. Дракона, кстати говоря, я не заметил, но фангу Буффало забрала 3-го Оушена. У Катарина 11, 11, ничего себе. Но пока это все так. Я про то, что, ну, скины не обязательно покупать, просто линейку новую, если уж и делать, то с какой-то, ну, целью, а не только зарабатывание денег, тогда было бы круто. Просто, как мне кажется, когда вы делаете скины, которые не имеют под собой никакой подоплеки, они не будут покупаться. Я абсолютно уверен, чемпионские титулы, чемпионские скины, извините, Invictus Gaming скупились просто на ура. Там прирост, чуть ли там не у каждого третьего человека куплен скин, хоть один от этого чемпионства. Понимаете, да? Это потому, что как бы Invictus Gaming, это бла-бла и так далее. А здесь-то что? Ну, с какой стати как бы им вообще новую концепт скинов делать? Ну ладно. 10-8. Счет у нас. Полторы тысячи осталось преимущество команды Bombers. Оно как бы не сноуболится. Мне кажется, их Лебланка потерялась на карте. Она обладает огромным количеством потенциала сейчас Риома для сражения, но он как-то застрял то с Сайлосом, то с Райзом на боковых линиях и не успевает подойти к своей команде во время каждого сражения. И я. Команда чемпиона получает процент чемпионских скинов. А вот это сложно ответить на этот вопрос, потому что когда Riot Games делали эту информацию, ну, то есть, когда они сказали, что будут скины, они сказали, что команда будет получать 50% от того, что будет. Тогда они это сказали. Но потом был какой-то слушок, чемпионская команда какая-то, я, правда, не помню, кто это был, кто это сказал. Они сказали, что мы вообще с этого ничего не получаем в интервью. Ну и тогда, я помню, на Reddit даже тему подняли. На Ведь Riot Games когда придумали эти скины там в 2014 году, когда первый раз они, по-моему, в 2014 или 2013 это было, они сказали, что будет каждый этот скин давать 50% будет уходить команде. Ну, вы поняли. А вдруг здесь говорят, что в 2017, по-моему, это году было, кто-то сказал, что мы с этого ничего не получаем. Такие дела. Это вы, наверное, Samsung, кстати, и сказали. Здесь ульта неплохая идет. Цепляют за Raycala. Raycala погибает, а Балкан-то не хочет умирать. Фберовиц жив. За ним идет, гонится. Ошибка от Биткора. Он слишком глубоко зашел. Сейчас Зероса убьют. И это может быть проблема, потому что на Шора апнотей. Но Лисин жив, ребят. Лисин-то жив. Raycala жив. Четыре игрока команды Bombers. Что делать? Ну, вот как-то надо Лисина убить перед тем, как стартовать на Шора. Пока уходит там кенчатый рекол. У него есть ульта. Он предлагает все же начинать этого на Шора. Не уходит он. Рикол остается здесь. Джарван быстренько сбегал. Заработал немножко хп себе на убийстве крипов на мидлэнде и возвращается на этого на Шора. Сажает Миллиодаса на цепь. То на урон нанесли, но на Шора отменили. Да. Ой-ой-ой-ой. А вот Науль по-моему намудрил. Один он против пятерых. Ульта минус Науль. 550 золота уходит. Вот тебе и фунгу Буффало. Вот тебе и бомберсы. Знаете, а бомберсы-то реально могут все здесь камбэкнуть. Имеется в виду всю эту серию. Вспоминаем их игру против команды Фенер Бахче. Довольно близкая была партия до определенного момента. Чуть лучше по пикам сыграть или чуть лучше сыграть просто в самой игре. И вот вам уже и партиечка была бы. Фенер Бахче тоже играли на равных с командой Фунгу Буффало. И мне даже казалось, что они уже должны будут победить. И тут вот оно происходит такое. Хорошая ловля была Райкана, который пытался убить Балкан. Балкан довольно тонковый, поэтому Джарван здесь выжил. Райс может раскатить. Нет, этот Райс пока не может раскачивать, потому что он играет с Афтершоком, а не с Фейз Рашем. В Фейз Рашевский Райс может хорошо бегать, но Райс все равно может сплитпушить. Кеннону как бы не страшен на боковой линии. Проверка на Шора на всякий случай от Эза, потому что он не знал, куда делась вся команда Фангва Буффало, но убедился, что они не там. И Маутен Дрейк уходит за командой Бомберсов. После этого вы видели там еще один Маутен Дрейка. Долбанули, но мы по Дракону у нас 3-1. Преимущество команды БМР. Если они сделают 4-1, считайте, лейтгейм будет 50 на 50. Просто одна команда будет пытаться сплитпушить, а вторая команда будет пытаться тимфайтиз-ся. Когда ждать пайка на турнире? Ну, как только кто-нибудь возьмет пайка. Сейчас в основном мета на бутлейне саппортов либо Арден Сензор, так вот, либо Арден Сензор, либо саппорт-инициатор, чтобы освободить своего топера. В данном случае как раз команда Бомберс так играет. Топпер у них он умеет инициировать, но он не танковый, вы понимаете. Если Кена будет в одиночку инициировать, скорее всего, он умрет. Поэтому БМРки придумали себе тамкенчик, который будет залетать внутрь и давать Кену на хорошую позицию, откуда он может давать свою ульту. У Фангу Буффало другая идея. У них Лисин, выключенный из игры, то есть Лисин должен был начало игры протащить, а теперь он просто стал одешным уроном, который ломает армор противникам. И поэтому им нужен был танк-инициатор с роли саппорта. 14-9, 3000 преимущество стало командой Фангу Буффало, но на Шора, ой, извините, БМР, ой-ой-ой, но Проглад спасает Рок своего игрока. Джарван зажимает всех внутри, пытается отслушиться и убегает Джарван, Рейкан погибает. И в там ол-ин идет по Бекору, Бекору шикарнейший ульт дал по трем игрокам. Ну а тут пришел мистер Кенан, который говорит всем, я мимик и я готов убивать Лисин, не полетит, опять те же игроки остались живых. Нет, Лисин все же полетел, проглатывают Джарвана, но за это Зерос, прибегающий с другой стороны, убивает бедного Эза. Три игрока в команде Фангу Буффало. Мне показалось, что умер у нас Зерос тоже, но видите, Зерос-то был жив, он где-то там снизу обитал. Они, получается, убили только Рейкана и Бекора, и два игрока против пятерых. Номинально то, что должно было быть, превратилось в 3 на 4 сражения, потому что Лебланк тоже до этого умерла. Почему они не БМБ? Я его тоже думал, что они БМБ. Вначале написал даже, ну тут Канал, да. Да, Балкана ловят и убивают. И это, возможно, стоило игры только что. Ошибка и Тамкенча, который решил проколотить не Эза, а проглотил Джарвана. И самое главное, сейчас Джарван еще отдался, который хотел составить обзор возле Нашора. Потом не совсем понял, куда делась команда оппонентов. Ну ладно, посмотрим. Вот там Бомберсы знают, чем сейчас занимается команда Фунгва Буффало. Фунгва Буффало прилетает за Россо, делают они инициацию по трем игрокам. Проглатывает в этот раз правильно Тамкенча своего Эза. Эза выпрыгивает, отпрыгивает в сторону. Лебланк делает проказ по трем игрокам. Но урона не хватает. У Кенана нет еще ульты. Он ждет ее от кайта. Но, ух, хороший проказ. Как же ЛБ все еще жива. Потеряли они своего танка, который блокировал урон. Пытается убежать у нас Миллиодоса. У него это получается. За Бикора будет ли продолжать погоню. Не очень удачно дал он свой проказ. Пошла ульта. И цепь. Это минус Палет и минус Бикора. Как же Эз продамажил. После этого ФБРовец уходит Джоню. Сажает на цепь Миллиодоса. Миллиодоса надо добивать. Проказ еще один. И трипл келл за ФБРовца. Вот они агенты ФБР. Вот они, те самые агенты из Соло Ко. И на Шора в этот же момент стартует уже Джарван. 21-14 в пользу команды Бомберсов. А Фонгву Буффало сейчас для себя открыли что-то новое. Они такие, стоп. Мы оказывается можем проиграть аутсайдерам? То есть мы выиграли Фенер Бахче для того, чтобы проиграть аутсайдерам? Да как это так? Знаете, Бомберсы, после слов их, получается, Адекерия, ты понимаешь, что он-то на самом деле немного прав, когда говорил, а зачем Балкан здесь так сыграл? Да, странно. Ну то есть он немного был прав, ФБРовец. Он-то сказал, что мы себя считали вообще лидером нашей группы, а тут такое что-то с нами сделали, и мы расстроены. Наверное, связано было это с тем, что мы были слишком самоуверены. Но вот сейчас смотришь на эту игру и понимаешь, что самоуверенность в правильном направлении у них была. А Лебланка жива, Лебланка прыгает, убивает на Уля. После этого она возвращается вместе с ФБАем. Убивать Мелиодиса и Бекора, и все. Палет пошел помогать сейчас Бекора. Даст ульту, но слишком поздно. Ему надо было раньше давать ульту, потому что он пропустил слишком много уровня из-за этого. ФБР какой-то серый. Ты имеешь в виду про вебку? Да, 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 там у них вебка. Над ним почему-то освещения нет этого. И выглядит он как будто полностью серым. Четвертого драку она делает. Команда Бомберс. 21-14 счет в этой партии. Сейчас каждое убийство может стать последним. Так что до 30 убийств вряд ли дойдет это в этой партии. Скорее всего на Исурас Гейминг уже будут делать 30 убийств, если будут делать вообще какая-нибудь из команд. FBI, open up! Да, да, да. Именно так. Именно так он говорит. Это ФБР, открывайте. Купил он себе Хекс Дринкер, плюс у него есть Гардиан Энджел. Его вообще сейчас не убить, ФБРовца. Ну и помните, я вам говорил, что у Бомберсов шикарнейший тимфайт. Шикарнейший. Нужно как-то найти возможность для убийства этого игрока, какого-нибудь, там, либо Лебланка, либо Эза, команде Фанго Буффало. Иначе они просто проиграют тимфайт в чистую. Их сила это сплитпуш. Но вы не можете сплитпушить, когда у вас на базе Гарри Тенгебетар. FBI, open bot. Open bot. Сломали вышку без боя. И за ним же Ингибитор последовал. И фулл-предметы появились почти у всех игроков, кроме Кеннона, у команды Бомберс. Они как раз дошли до фулл-предметов. Будет ли Лебланка Межай сейчас покупать, увидим. В предыдущем матче мы часто видели, как Межай брали, но здесь ЛБ, по-моему, еще не бэккалась. Возможно, она копит деньги просто на Рободон и докапливает фармом стоплейна. Но один ингибитор потерянный не так страшен, тем более, что у вас Райс занимается сплитпушем. Ну, должен. Пока Райс сплитпушит в свою сторону. Нет, он идет со спины. Кик! Но там Рог проглатывает Эзо. Эзо надо выплевывать в хорошую позицию. Ульта, ульта, ульта! Эзо занимает хорошую позицию. Все же таки его пытается добить Бикора вместе с Зеросом. И Кеннон прилетает. Не очень хорошо Кеннон дал свою ульту. Ну, а, ребят, в этот момент Зерос погибает. И еще раз это доказывает, что Тимфайт великолепнейший у них Рема! Трипл кейл. Рема бежит за Бикора. Баклан будет сейчас делать... Баклан, извините. Балкан, оговорился, будет делать свои прокасти. Квадрокилл за игроком команды Бомбер с мидлейнером. И остался только Ли Сен. Бомберы разбомбили Вьетнам только что в открытую. Кто не знает, Бомбер, перевод с английского, бомбардировщик. Поэтому шутка эта так подходит. Я уверен, там английские болельщики также сейчас это комментируют. Фангву Буффало проигрывает партию. Вот он, вот он, игровой день. 300 спартанцев, он таков. Реально 300 спартанцев, он таков. Этот игровой день. Я вам про это сегодня говорил. Когда надо играть 4, 5, 25, 45 игр за день, у вас уже, ну, давайте, скажем, какие-то жопа в мыли. Вы уже не соображаете, что происходит. Самую сложную игру команда вьетнамская выиграла, а потом что-то как-то поплыло. И всю эту партию контролировала команда Бомбер, которая как раз-таки с каждой игрой все усилилась и усилилась. Как настоящий Best of 5 вам надо играть. То есть, Best of 5, это, вы сами знаете, совершенно другая Лига Легенд, нежели там Best of 1, либо просто Solo Q. Это вообще другого уровня игра. Вы можете сломаться просто на одной игре и больше не вернуться в игру. Привет команде Cloud9 и команде TSM. И Бомберы только что Вьетнам победили. Что же дальше у нас будет? Еще одна игра на сегодня осталась. Это команда Iserus Gaming против команды Finier Bakche. Но Iserus Gaming уже не может попасть на первую позицию, поэтому для них это будет скорее игра на расслабоне. Ну а для команды Finier Bakche появилась возможность реабилитироваться, ведь они проиграли свою партию против Вьетнама, против команды Фонгву Буффало, и нужно сейчас одерживать победу над Iserus'ами и сравниваться с ними по очкам. Ну а потом уже завтра, когда отдых наконец-то наступит, играть против бомберсов еще одну партию и одерживать над ними еще одну победу, и вот тебе уже плюс очко, как говорится, относительно Вьетнама. Ну а мы пока идем на перерыв. Вьетнама.